Ола, амигос, на связи Матвей. Сейчас я в отпуске, и из-за ужасного интернета здесь не могу записать для вас ничего зрелищного, поэтому ловите самый имбовый и легкий способ по поднятию FPS в Фортнайте, которым на данный момент практически вообще никто не пользуется. В этом способе вам даже из игры выходить не придется, при этом FPS в Фортнайте поднимается во всех его версиях, то есть для ПК, консолей и мобильных устройств. Конечно же мы все знаем, что этим способом в основном будут пользоваться только мобайл игроки, и у какой платформы FPS бывает еще ниже. В общем, если тебя это заинтересовало, то тогда слушай внимательно. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на этом канале, и тебе хоть немного интересна тема с Фортнайт Мобайл, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Фортнайт постепенно умирает, и только ты своей подпиской на этот канал сможешь все исправить. Также не забывай поддерживать наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Фортнайт, тег автора мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. Ну а вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки расскажу про самый имбовый и самый легкий способ по поднятию FPS в Фортнайте, причем на всех его версиях. Уверен, такого вы еще точно нигде не слышали. На протяжении всей игры Фортнайт на вашем экране находится один постоянный неизменный объект, который, как оказывается, очень сильно влияет на количество кадров в секунду. И я, конечно же, имею в виду ваш игровой облик. Как совсем недавно выяснили игроки, то скины в Фортнайте очень сильно влияют на производительность самой игры. Одни из них съедают FPS, как другие, в свою очередь, наоборот, способствуют его повышению. В этом ролике я научу вас, как правильно подбирать себе косметические предметы в Фортнайте для повышения FPS в игре, на что нужно обращать внимание и как вообще это все работает. Для начала хочу сказать, что у всех кирк, скинов и бэкпаков в Фортнайте есть свой уникальный хитбокс и лейаут. Грубо говоря, это простой макет, то есть на чем основываются все косметические предметы в нашей игре. Лейаут является неким скелетом, с помощью которого определяются размеры и анимированные точки скина. Ну а хитбокс уже служит некой плотью для лейаута, чтобы определить вообще объем данного скина. Ну а также определяет точки взаимодействия нашего скина с другими объектами в игре. Допустим, на скинах это точки, при попадании в которых вам будет начисляться урон, а у кирок это места, которыми можно ломать другие предметы. Из этого следует, что при выборе косметических предметов для повышения FPS, вы обязаны обращать внимание на скины и кирки с самым маленьким лейаутом и самым упрощенным хитбоксом. Давайте это разберем на примере моего сета. Я играю за Иконика и это один из самых простых скинов. Его модель максимально примитивна, сглажена и при этом не имеет никаких ярких и анимированных черт, кроме, конечно же, этого дурацкого фонаря, который прицеплен на поясе. Это, конечно же, минус. Ну а так, этот скин обрабатывать игре достаточно просто, поэтому и все гладко. Из кирок я предпочитаю все максимально короткое. Допустим, эти оба ножа или этот лом. Именно у них максимально короткий лейаут и максимально маленький хитбокс, поэтому тоже нагрузку на игру они особо не производят. Опять же, это всего лишь мой пример и у вас это может быть абсолютно любой скин. Главное избегать слишком яркие скины, скины с нестандартными модельми хитбоксов, ну а также скины с анимированными частями. Вот они вот уж точно будут кушать ваш FPS. То же самое относится и к киркам. Максимально короткие, максимально простенькие и главное, чтобы были без анимаций. А вот по поводу выбора дельтаплана и следа от вашего падения, в принципе, можете не заморачиваться. Потому что, во-первых, вы их используете всего лишь один раз в игре, ну а во-вторых, они практически все имеют свои анимации, поэтому смысла особого не вижу. Лучше лишний раз обратите внимание на обертку вашего оружия. Да-да, она тоже должна быть максимально простой, без всяких анимаций и без углубленных текстур. Например, я на постоянке юзаю одну и ту же обертку, а именно Баба Яга. С ними пушки приобретают просто тупо черный цвет. Как по мне, самое идеальное решение для повышения FPS в игре. Ну и последнее, что у нас осталось, так это выбор вашего бэкпака. На самом деле, ни один бэкпак не имеет своего хитбокса. Это просто тупо текстурка, которая висит у вас на спине. Лучший вариант, который я использую, это вообще не носить бэкпаки. Но если вам очень сильно хочется, то выбирайте самые маленькие из них. Потому что это просто тупо снижает нагрузку на вашу игру. А, но еще ни в коем случае не берите анимированные бэкпаки, потому что это одни из самых трудоемких косметических предметов в нашей игре. Если вы одеваете какой-нибудь плащ или другой анимированный бэкпак, то я вам гарантирую, это минус 10 FPS. Думаю, что объяснения лишние. Ну а так, в любом случае, не стоит забывать про разнообразие скинов. В нашей игре их немереное количество. Постарайтесь выбрать себе уникальный скин и выделяться на фоне остальных игроков. Да, у меня пока что для вас это все, ребят. Огромное спасибо за просмотр этого видео. И если у вас все же остались какие-то вопросы по поводу этой темы поднятия FPS в Фортнайте, с ними вы можете смело писать в личные сообщения нашей группы канала ВКонтакте. Ссылочку вы сможете найти в описании. Я или наш модератор постарается ответить как можно скорее и помочь решить вам вашу проблему. А, ну еще, если вы хотите халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пишите слово «Айконик», так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Асталоягон. Субтитры сделал DimaTorzok